Добрый день, уважаемые журналисты. Сегодня в нашем парламенте рассматривают какие угодно вопросы, но только не те, которые касались бы социальной защиты граждан и самых актуальных вопросов. На сегодняшний день оппозиционный блок настаивает на том, что нужно срочно урегулировать ситуацию с тарифами. Нужно срочно сегодня решить эту проблему. Но мы все знаем, у людей возможности оплачивать те платежки, которые они получили, нет. Долги по неуплате за жилищно-коммунальные услуги растут с каждым днем. На сегодняшний день задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет порядка 15 миллиардов гривен. Если сейчас срочно не принять предложение оппозиционного блока и не ввести мораторий на повышение тарифов, то до конца года задолженность за жилищно-коммунальные услуги будет минимум 20 миллиардов гривен. Плюс к этому 25 миллиардов, 24, которые они планируют выделить на повышение через субсидии. То есть получается порядка 45 миллиардов гривен будет недополучено и потрачено из бюджета на компенсацию по тарифам по жилищно-коммунальным услугам. В то же самое время своим повышением тарифа правительство планирует получить только дополнительно с людей 10 миллиардов. То есть это колоссальнейший сегодня непрофессионализм привел к тому, что они недополучат и потратят 45 миллиардов, а людей обдерут, заберут последние деньги, получат дополнительно 10 миллиардов. То есть это не поддается никакому экономическому анализу и никакой сегодня государственной логике. Поэтому оппозиционный блок и настаивает, чтобы срочно в парламенте перестали вот эти кадровые перепития, перестали думать о том, как они будут выборы проводить. Нужно сегодня решить проблему и ввести мораторий на повышение тарифов. Это задача номер один. Задача номер два – разобраться с той программой субсидий, которую они внедряют. Что сегодня получается? Те люди, которые имели раньше субсидию, они ее продлевают, получают новую субсидию. Субсидию достаточно просто. А те, кто раньше не пользовался субсидией, но сегодня их поставили в то положение, когда они вынуждены идти и оформлять себе субсидию, человек не может получить эту субсидию, потому что система не работает. Социальные службы, безусловно, не в состоянии такое количество людей принять. Взаимная обмена базами данных между налоговой и социальными службами не урегулирована. И люди, которые воспользовались рекламой, которую сделало Министерство социальной политики, и отправили вот эти бумажечки по почте, сегодня также по почте получают отказ. И, соответственно, после этого, кто идет, становится в очередь, выстаивает эти колоссальные очереди, добивается справедливости. А многие люди, многие пенсионеры, люди, которые не могут даже дойти туда, до этого назначения субсидий, просто остаются сегодня один на один с колоссальными проблемами. Поэтому оппозиционный блок внес проект постановления, где мы четко написали, срочно нужно решить вопрос. Первое. Упростить процедуру назначения. Второе. Это задача решить проблему. А как получить человеку, которому долги по зарплате, которому не платят уже полгода зарплату? Как ему объяснить, что ему нужна сегодня субсидия, чтобы у него еще и крышу над головой не забрали, когда уже забрали заработную плату? Это никак не предусмотрено. А миллионы людей, которые сегодня остались заложниками того кризиса банковской сферы, которые положили свои последние денежки на депозит, в надежде хоть что-то получить, а сейчас им депозит не отдают, рассчитаться им за субсидии, за тарифы нечем, а субсидию им не выдают. То есть сегодня миллионы людей в Украине остались в том положении, когда зарплату не платят, депозит не возвращают, люди, которые переселенцы, они переоформить на себя, безусловно, лицевые счета не могут, и они тоже остались, как у разбитого корыта, и без субсидий, и с колоссальными счетами сегодня за тарифы. И, конечно же, те, кто пенсионеры, кто бюджетники, люди, которые работают на минимальной заработной плате, госслужащие и все остальные люди сегодня, с одной стороны, им как бы и положена субсидия, с другой стороны, человек оформить ее не может. И при этом ему идут уже сумасшедшие счета, которые к осени он оплатить не сможет. И, значит, осенью к нему придут и скажут, давай человек квартиру возвращай вместо тарифов. Поэтому, первое, это мораторий на введение тарифов. Второе, это принятие постановления, которое бы исправило те колоссальные ошибки, которые допустило правительство в внедрении новой системы субсидирования. И третье, это, конечно, мораторий на то, чтобы у людей осенью не забрали квартиры. Это то, что нам сегодня нужно сделать в первую очередь. И вы правильно зададите вопрос. Ну, как с этим бороться? Сегодня, к сожалению, мы видели, парламент то работает, то не работает, то спорит, то выясняет между собой коалиции отношения. Проблема-то есть, она не решается. Поэтому мы пошли и не только парламентским путем. Мы пошли сегодня обращаться в суды. Первое обращение в суд мы подали, поддержали тех пенсионеров, которые смело решили судиться с правительством. И вместе с ними мы обратились в административный суд города Киева 6 апреля с требованием отменить постановление НКРЕ, номер, сейчас скажу, какой, 583, который полностью противоречит сегодня законам Украины. Конституции этим постановлением подняли цену на газ для населения. И сейчас это судебное разбирательство продолжается. Суд, к сожалению, затягивает процедуру, потому что первое заседание было 22 мая, потом заседание суда было 12 июня, сейчас его перенесли на 23 июня, но депутаты оппозиционного блока присутствуют на заседаниях, вместе с общественностью, вместе с пенсионерами будут настаивать на том, чтобы было принято справедливое решение, и чтобы постановление НКРЕ о повышении тарифа было признано незаконным. Поэтому я также хочу обратиться к нашим телезрителям, к нашим пенсионерам, к нашим людям, которые смотрят и не в состоянии сегодня оплачивать тарифы. Давайте вместе обращаться в суд. Давайте останавливать эти противозаконные решения правительства, которые загоняют сегодня каждого жителя этими непомерными ценами на тарифы просто в колоссальные долги. Это наша сегодня задача. Мы, со своей стороны, будем принуждать парламент отменять, вводить мораторий на повышение тарифов, а с вами давайте вместе, мы готовы помогать, готовы сопровождать эти решения в судах, но добиваться справедливости и принуждать суды сегодня реагировать на то беззаконие, которое творится в стране. И мы надеемся на то, что все-таки здравый смысл, в конце концов, в этом направлении восторжествует. Но времени, к сожалению, очень мало. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы настаиваем на том, чтобы программа по переселенцам была принята. У нас в воскресенье с вами день, всемирный день беженцев. И, к сожалению, страна в этом году, как никогда, этот день будет вспоминать и проблемы, и встречаться будем все с людьми, с теми, кто потерял крышу над головой, которые потеряли все и оказались в страшном сегодня положении. И знаете, что самое обидное? Что за год ни правительство, ни парламент так и не удосужились законодательно урегулировать и дать людям программу государственную помощи, поддержки и защиты тех людей, тех украинцев, которые приехали к нам с украинскими паспортами, суда, с надеждой на понимание и поддержку. Сегодня они брошены просто на произвол судьбы. Поэтому мы также зарегистрировали законопроект, зарегистрировали постановление, сделали выездное заседание Комитета по социальной политике на встречу с беженцами. И мы настаиваем на том, чтобы все-таки наша власть, наше правительство очнулось и признало, что в стране есть более миллиона переселенцев, официально зарегистрированных, и хватит над этими людьми издеваться, принимая абсолютно неадекватные решения, вводя сегодня дополнительно пропуска, требуя дополнительной регистрации, лишив более 200 тысяч переселенцев пенсии, просто незаконно ее не выплачивая с марта месяца, требуя всякие справки и регистрации. И, конечно, сегодня необходимо проиндексировать ту минимальную выплату, которую дают, и то не всем людям. Потому что 1200 гривен, 800 гривен, которые платятся семье, прожить просто, мы все адекватные люди понимаем, сегодня, потеряв крышу над головой, потеряв дом, потеряв вещи, все, что ты нажил за свою жизнь, просто нереально. И, конечно, нас не может сегодня не беспокоить вопрос пропускной системы и блокады, которая объявлена неконтролируемым частям Луганской и Донецкой областей. Мы не первый раз поднимаем этот вопрос. И мы настаивали на том, чтобы пропускная система была пересмотрена, чтобы людям дали нормальный сегодня путь, дали зеленый коридор. Те, кто хотят выехать с неконтролируемой территории, пусть люди выедут. Те, кто хотят поехать и помочь своим родственникам выехать, чтобы они спокойно могли туда попасть и спокойно могли поддержать сегодня тех, кто там остался. Но вместо того, чтобы облегчить процедуру, вместо того, чтобы всему миру показать, что у нас паспорт Украины, это главный пропуск сегодня для любого гражданина Украины, вместо этого, что они сделали? Они запретили со вчерашнего, позавчерашнего дня вообще движение общественного транспорта. Если раньше люди могли сесть в автобус, пройдя все эти унизительные процедуры контроля, предоставление всех этих пропусков, всех документов, но они хоть могли на общественном транспорте выехать сегодня с неконтролируемой территории, то сейчас заблокировали и проезд общественного транспорта. То есть человека вообще просто заблокировали, оставили и ситуацию конфликта таким образом заморозили. А сколько там детей, сколько там пенсионеров, ветеранов, тем, кто сегодня нуждается в помощи и поддержке. Поэтому оппозиционный блок еще раз хочет обратить внимание. Мы обращаемся к президенту, обращаемся к премьеру, обращаемся уже там, будем надеяться, к новому начальнику службы безопасности Украины с тем, что процедура проезда на зоне конфликта между контролируемой и неконтролируемой частей Украины, она должна быть урегулирована. И люди, украинцы, которые едут сегодня к нам сюда, в страну, они должны иметь такую возможность. А в первую очередь, конечно, это и дети, это и пенсионеры, и ветераны, тем, кому нужна сегодня помощь, в первую очередь. И мы очень все-таки надеемся, что здравый смысл, он восторжествует, и что мы никому не будем отдавать части нашей территории, мы не будем никому отдавать миллионы людей, объявляем сегодня блокады, а сделаем все, чтобы реализовать минские соглашения, чтобы восстановить ситуацию, приблизиться к восстановлению мира и спокойствия сегодня на востоке нашей страны и защитить единство и целостность нашей Украины. Спасибо за внимание.